Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам» и по вашим заявкам данное экспресс-обращение объяснить, что происходит, будет ли далее новое видео и какие новости по поводу нового канала про испанский язык. Друзья мои, отлично! И действительно, по вашим заявкам мы с вами создали отдельный канал, который называется «Испанский язык по плейлистам». Значит, соответственно, многие писали, что не хотят видео по другим языкам на данном канале. Это всё было услышано, поэтому действительно, я думаю, здесь пускай будет только английский язык. Если мы будем продолжать в режиме интенсива или просто продолжать, соответственно, данные курсы, здесь же пускай будет только английский язык. Чтобы не смешивать, пускай будет испанский язык на отдельном канале. «Испанский язык по плейлистам», я думаю, вы согласны. Значит, там было загружено пока первое вводное видео, в принципе, я уже записал первый урок, осталось только озвучить, и вот принял такое решение, что как будет 3000 зрителей, соответственно, выложу это видео и начнем уже учебу. Вы тоже меня поймите правильно, потому что востребенность английского языка огромная, и, конечно, в первую очередь необходимо вообще по логии записывать, соответственно, видео по английскому языку, но если есть просьбы по другим языкам, я могу это сделать, если, конечно, есть достаточно большое количество зрителей. Если в разы или там в сотни раз разница, то тогда пока будем только английский. В общем, соответственно, если будет больше зрителей, значит, 3000 для себя так мысленно решил, то мы с вами можем начать заниматься в режиме интенсива и выкладывать уроки. В принципе, мне нравится этот курс, и язык достаточно легкий. И вот, к примеру, такой экспресс-тест. Как вы знаете испанский язык? Некоторые слова. Сможете ли вы перевести данные слова? Ну, неважно, какой язык, на русский или на английский, просто знаете ли эти слова. Давайте я скажу на испанский некоторые слова, а вы попробуете их перевести. Так, экспресс-курс. Экспресс-проверка. Интерес. Интерес – это будет интерес. Отлично. Следующее слово. Минута. 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 Далее. Момент. 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 Отлично. Заняйте что-нибудь, может быть, посложнее. Например, глагол Depender. Depender. Помните, в английском языке есть такой глагол Depend. Зависеть. А здесь Depender. Depender. И очень много всего такого. То есть, на самом деле, если вы знаете английский, это испанский язык очень простой. И опять же, я хочу сказать, что, на мой взгляд, недооценена, как раз недооценена важность данного языка. Говорят, сколько у людей на испанском языке? Сколько? 10 миллионов, 20 миллионов. Сколько? Больше, чем 500 миллионов. С каких странах? В одной, в пяти, десяти, больше, чем в десяти, больше, чем в двадцати. Можете проверить. То есть, действительно, так получилось, что, несмотря на высокую степень распространения, вот почему-то нигде его не учили, не преподают, и ресурсов очень мало. Имеется в виду, что действительно можно было вот в режиме вот практики и заданий это сделать. Поэтому, друзья мои, если вы одобрите эту идею, мы можем также по данной методике сделать плейлист, не просто какие-то разоруженные видео, а плейлист, пока один плейлист, по испанскому. Вот это достаточно интересная мысль. В принципе, там все просто, но мне пришлось потратить очень много времени, чтобы вообще разобраться, понять, что и как. Наверное, мне пришлось приобрести и читать, наверное, около, может быть, ста книг, плюс другие ресурсы, всякие, соответственно, онлайн-ресурсы, много аудирования и прочее, чтобы вообще понять, что и с чего начинается. Потому что было знание, но не было абсолютного понимания. Не было понимания, почему именно такой артикль, почему именно такой предлог. Там вот, в принципе, простой язык. То есть, в принципе, мы как вот видим, так и читаем. Но сложность именно, я считаю, вот в этих предлогах небольшая. Вот непонятно. Но, опять же, это все доступно как раз при определенной практике. Поэтому вот первое такое объявление, кто хочет, вы напишите, кто не хочет, тоже пишите, тогда если вы не хотите, не будем. Если, соответственно, вот не будет народа, если так можно выразиться, то не будем. Но, в принципе, можно было бы по-другому это объявление составить. Значит, идет набор в группу изучающих испанского языка. Значит, какие условия? Значит, условия – это минимально 3000, соответственно, изучающих, зрителей. Значит, оплата. Оплата никакой. Все уроки бесплатные. То есть, как они были, так и они, соответственно, есть, так и они останутся. То есть, оплата никакой. То есть, просто это вот для себя. Потому что, сами понимаете, очень много запросов именно по английскому языку. Этот плейлист, тот плейлист, этот курс. И просто надо расслаблять приоритеты. Если действительно будет много желающих, тогда я смогу выделить время и, по крайней мере, начать, может быть, по одному уроку в день. Или вот… По одному уроку в день, я думаю, достаточно. Если урок, тем более, минут там 30-40, я думаю, достаточно. Но пока начать, посмотрим. Далее можно будет ускориться, если вы поддержите. Это вот первый такой момент. Далее также были вопросы. Значит, в каких местах в Испании я был? Ну, хочу вам сказать, что это был первый раз, я посетил Испанию где-то 20 лет назад. Это была материковая Испания, юг Испании. В принципе, это произвело неизгладимое впечатление. Потом, чуть позже, значит, когда я заканчивал школу, соответственно, мы поехали на Канарские острова. Друзья мои, ну, сейчас это ничего такого особенного, что там Испания, Канарские острова – это ерунда. Но в то время, 20 лет назад, очень мало кто путешествовал, это было очень дорого. Не было таких крупных операторов, как сейчас, было очень дорого. Это действительно вот очень мало людей, кто так мог себе позволить и поехать, друзья мои. Но, действительно, когда вот купаешься, не знаю, там в речке или в озере – это одно. Но когда купаешься, соответственно, в море или в океане, какие-то волны, и это совершенно другое, другое впечатление, друзья мои. И поэтому, друзья мои, действительно, это произвело некоторых впечатлений. Но были и другие моменты, сейчас не буду на это время тратить. Значит, далее, что у меня по плану? С каналом вы поняли, то есть вы решаете сами. Друзья мои, нужно – сделаем, не нужно – делать не будем. Соответственно, там вы можете написать или здесь, хотите, не хотите, вот, когда хотите. И, в общем, ждем зрителей, друзья мои. Отлично, первый урок у меня записан, значит, я его продумывал. Не один час на это пытались, чтобы продумать, чтобы было доступно. Вот, кажется, там одно и то же, там, или простые какие-то вещи, друзья мои. Ну, это простые со стороны игры, все гениальное и просто. Уроки не гениальные, они обыкновенные, но просто нужно очень много времени, чтобы действительно продумать урок. Кажется, что там просто, но очень много времени на это тратится. Чтобы действительно было не как у всех, вот там какие-то фразы, вы звучите и все, а именно был такой целостный степ-бай-степ, соответственно, такой шаг за шагом, именно курс по нарастающей сложности и грамматику, чтобы было адекватно, и лексика, и все такое, друзья мои. И самое главное, чтобы это было все грамматически правильно. Потому что когда-то давно я думал, что, соответственно, надо будет... Я, в принципе, неплохо знал испанский язык и думал, что придется, может быть, курс носителем сделать языка или с преподавателем, и подумал, а зачем я это буду делать, даже еще тратить на это надо. Зачем? Я сам его подучу, и зачем могу сам его, в принципе, пройти? Если я реально буду классно знать испанский язык, то зачем я буду платить кому-то и за проверку на это время тратить? Поэтому я принял решение, соответственно, подтянуть свой уровень, что, в принципе, это и сделал достаточно успешно. И, соответственно, сейчас я не нуждаюсь ни в какой посторонней помощи для составления данного курса и грамматические моменты, и фонетические, и так далее. И поэтому при желании, если, соответственно, вам понравится курс, мы можем в режиме интенсива записывать и быстро записать. Это не проблема. Это не проблема. Так что, ну это и так, слово сколтали. Что у меня вот по плану еще, по поводу, что происходит. Это первое. Далее, друзья мои, по поводу курсов. У нас курсы продолжаются. Значит, есть у нас с вами плейлисты достаточно большие, в частности, на канале бесплатный репетитор. Но основной, конечно, курс это оранжевый плейлист, это хит. Но, друзья мои, так получилось, что в оранжевом плейлисте достаточно большое количество видео, но в бесплатном репетиторе, если делать, то там очень много видео надо делать. Пока просто такого количества нет времени делать, поэтому пошли другим путем. Мы сейчас покрываем все уровни, но ускоренные курсы. Поэтому пока по классам, видите, 10 уроков на класс, это полезно не тем, кто во втором, кстати, на классе, но вообще для всех. То есть, там действительно уже достаточно сложные вещи пошли. Соответственно, я вот четко вижу и говорю, если вот по классам 10 классов сделать, значит, соответственно, 10 уроков на, получается, класс, это уже 100. Ну и плюс каждый контроль на каждом классе, еще столько же, 200 уроков. И вот, смотрите, 200 уроков. Вот, смотрите, вот у меня чаша-весо 200 уроков записать или нужно на бесплатном репетиторе, соответственно, записать 2500 уроков. Ну, соответственно, проще, конечно, чисто психологически записать 200 уроков. То есть, мы также уровни охватываем, эти уровни, ну, просто такие экспресс-курсы. Как только у нас будут экспресс-курсы готовы уже, соответственно, для средних, вот там уже, в принципе, серьезные же вещи идут, особенно там в девятом классе, в одиннадцатом классе, это произведено также школьникам, не только, то можно уже, допустим, записать экспресс-курсы, допустим, для каждого уровня, но не 500, потому что там действительно у нас получилось, что где-то 500-600 видео надо на уровень. Но, по крайней мере, по 40 это реально. То есть, мы решили пойти, как бы, то мы не закрываем, это актуально, но просто от реального пойти, чтобы быстрее записать, быстрее записать по классам и быстрее записать, соответственно, по уровням курсы. А то, конечно, оно очень востребовано, но так получилось, если посмотреть статистику, то, что востребован именно первый уровень, именно beginner, а elementary уже не востребован. Поэтому я тоже на статистику ориентируюсь, я понимаю, что другие уровни нужны, но раз пока нет очень большого спроса на elementary, то тогда мы можем экспресс-курсы записать, никого здесь не обидеть, как раз для, как раз, ну, пошагово, то есть записать для разных уровней равное количество, ну, небольшое, но чтобы это было реально сделать и закрыть уже эту тему. Может быть, разговорный английский, аудирования тоже многим не хватает. I know that it's a very big problem sometimes, by the way. Окей, so, что дальше? What's next? Значит, на повестке все, поэтому, на самом деле, я предлагаю попробовать вам и здесь, и там, если хотите. Два языка это нормально учить, в принципе, в школах изучают два языка, во многих, и у нас было и не только два, и три, и четыре, кто хотел языка изучать. Это нормально, но я не считаю русского языка. Вот, поэтому это вполне нормально, это не мешает, развивает память. То, друзья мои, попробуем, и в любом случае мы продолжаем наши курсы, и, в частности, еще последний вопрос. Над приложением, друзья мои, тоже ведется работа, и над приложением Yami, точнее, да, и очень большая работа. Просто нужно все, видите, сделать, и приложение, и каналы, и один язык, и другой язык, и куча других дел. И просто надо выразить золотую середину, думаю, здесь вы подскажете и тоже примите правильное решение. Thank you very much, my friends. Thank you.